Так что, начинать что ли? Так, ну ладно. Значит, фронтакторы вообще зачем нужны? Они являются блоками строительными, из них можно получать некоторые, не все и не всегда, но некоторые там сечения, амплитуда распада, и так далее. Причем в этих всех случаях форм-факторы часто нужно с учетом положительных степеней эпсилла. Просто расходимости и конечное значение недостаточно. Если, например, считать с трехпетлевой точностью какой-нибудь процесс, то стало быть трехпетлевой форм-фактор множен до конечного члена, двухпетлевой до эпсиллона первой, вот на петлевой до эпсиллона квадрата. Значит, в настоящее время форм-факторы массивных квартов, в отличие от безмассовых, безмассовыми проще, там одна переменная, а ку-квадрат, и все. Значит, зависимость от ку-квадрат, очевидно, по размерности, но остальное это число. А когда форм-факторы... А чего? Поздаю, ку-квадрат делить на что? Если безмассовый кварт, то ничего нет. Просто есть меж ку-квадрат в степени. А чем будет ку-квадрат? А чем будет ку-квадрат, ну, и там же ноль-квадрат, ку-квадрат, 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 ку-квадрат. Уже безмассовый кварт, так, уже безмассовый врач. Нет, там просто предел N0, ассинтетика N0 не совпадает с... с впечатлением, прием, равном, не точно. Поэтому безмассовый, это просто масса, с самого начала равном. Действительно, если говорить про то, как выглядят сон-факторы, когда массы маленькие, но не влюбленные, они к этому не имеют отношения, наверное, да и ку-квадрат. Нет, ну мы считаем сначала голую диаграмму, где никакой лямбды нет. Есть же ноль в какой-то степени. Ж ноль имеет размерность. Надо прячить от 300 л. Вот именно. То есть же ноль в степени 2 л, во-первых, где число 5 л, оно имеет размерность, размерность, зависящую от эпсилона. Поэтому его надо умножить на минус ку-квадрат в некой степени, зависящую от эпсилона и от числа 5 л. Если это разложить по эпсилону, там будут какие-то логарифмы. Но если не разлагать, просто при D отличном от 4, это чистая степень. Я думаю, что это не разложить. Я всегда зашли. Все равно же вас раскладываете. Поэтому я ничего не знаю. Глава знаю, что у вас это логарифм-ку-квадрат. А это альфа и садку. А это альфа и садку. А это альфа и садку. Больше ничего другого воня. Ну то есть единица делить на альфа. А это альфа и садку. Это все-таки и наугром. А там будет интегратный. Нет, это альфа и садку. Но в однопетле он приближение альфа и садку с точностью до константы. Единица делить на логарифм. Куклян-то. Все. Ничего другого нет. Поэтому этот логарифм это единица на альфа и садку. Пожалуйста, можно. На Средненбурге у тебя, например, ходит интеграл по ДТ и стоит гамма. А альфа и садку как функция Т. Интегрируется все в деле. Конечно, надо брать в альфа и садку в альфа и садку, но альфа и садку бегающий интегрируется. Ну, это все, если выражать через альфа и садку какого-то конкретного амин, то тогда да. Тогда возникнет. В конце концов, все-таки сведется от логарифма ку-квадрат на амин квадрат. Ну вот, а то, что я хочу сказать, это в массивной акварте есть еще один параметр масса. И поэтому есть оживая функция какой-то переменной, которую можно выбрать как ку-квадрат на амин квадрат, или можно взять угол между четырехскоростью начального акварта и четырехскоростью конечного, что я и буду делать. Это эквивалент. Значит, вот для массивных аквартов форфакторы, оба векторных форфактора, в двухпетлевом приближении, были точно вычислены вот этой вот огромной кучей авторов, которая здесь все перечислена, в 2005 году. А в трехпетлевом известно только в пределе большого числа цветов, только те члены, в которых МЦ в самой большой степени входит. Вот они известны. В 17-м году опубликована эта статья, по-моему, в конце 16-го, но я не уверен. Ну вот, там все это выражается через гомонические полилогарифмы. Ну, в общем, вот, для части цветовых структурных цвет известен. Теперь, значит, что я собираюсь рассказывать, это вот этот самый предел большого ПТ-0, это вещь, я сразу должен сказать, какое она имеет отношение к реальности, это вопрос темный, может быть, никакого, кстати, но она полезна, эта вещь, в смысле предел большого ПТ-0, ну, как минимум, по двум причинам, я бы сказал. Причина номер раз состоит в том, что это простой и, в общем-то, независимый способ проверки или предсказания будущих результатов, там, многопетлевых вычислений со старшей степенью, она чисто техническая причина. И причина номер два состоит в том, что вот в этом самом предел... Ну, это несказание, это же вроде, это единственное вычисление. Ну, да, это и слегка переформулировалось на другом немножко языке, ну, да и единственное. Векторный фарфактор лям-да-ц, ну, и вообще любого адрона как целого, когда начали адрона, в конце адрона. Это совсем другой объект, он будет гораздо быстрее вымирать, потому что при большинстве... Ну, еще, вы спрашиваете, то есть, в этом предположении, где-то виллась? Ну, вот или... Да, а когда есть кварки, да, когда есть кварки? Да, когда есть кварки? Да, где-то вилласьки нет, там фактор вообще. Там как-то, честно, и чертит. Ну, как, да, это очень искусственная вещь, на кеколог, и ты на нем разъяваешь, я не знаю, кого там, но это будет не фарфактор. Это не фарфактор. Типа, давайте, хотя не фарфактор. Ну, а куда надо, сколько будет? Да, не кутер. В общем... А заодно, когда нет, она не хочет. Она может ходить, как составная часть. Да, когда фарфактор, это составная часть. А все-таки чего-то другого. Когда... Ну, например, ты можешь найти тяжелый кваркони, с кварки, а конди-хварковый тяжелый, и там, в каком-то порядке, возникла сплата пропорциональна этому фарфактору. И так же представляет, да? Он думал, что это при том, что взгляд Ну, я думаю, этот кваркони просто не зналится в результате. Нет. Фарфактор – это начальное и конечное состояние, если это у фарфарного напора одинаково. Фарфактор. Фарфактор. Понял. Понимаешь, у тебя гораздо большая сильная зависимость за счет того, что, как видишь, вычисняете потенциал взаимодействия между этими тяжелыми кварками, нам даст больший вклад, чем внутренний этот самый фарфактор. Это не место, у тебя и не другое есть, да? И ты смотришь все электроны на ряды. У тебя есть электромагнитный фарфактор, там, дотовый, древо, а там и больше, который свидетельно о том, что просто вот структура и дальше, у тебя потом электронно связаны. Ну, когда ты совсем уже упешься, там, в течение сечения нуля… Фарфактор. Одного протона… Одного протона… А потом дальше, как одного кларя. Да, но, извините, у тебя не нужно, давно развалится в таких передачах. Конечно, конечно. Нет, это не страшно. Нормально-то. Он просто… Ну, если вы как на правках ходите, а не как два… Нет, я не знаю, надо развалиться. А как? Ты долбанул так, что у тебя… У тебя энергия связи… Ну, если ты долбанул так, что разложил маму с вероятностью потребляющих развалится. Ну, есть маленькая вероятность, что не возьмут. А нет. Ну, это… Это как раз и есть. Он фактор составной системы, которая падает очень быстро. По правилам… Да, да. Это все… Это отдельная… Да, абсолютно. Никак не связанная с этим. Ну, мы можем сказать… Ну, это… Он же таким образом, чтобы карконе раздробился… И вот как сечение… Да. Сказать… И как сечение вот этого развала… Зависит от того, как фактор основного кварка. Ну, да. В принципе, казалось бы… Да. Он же должен доказать почему-то. Ну, конечно. Он же хорошо. Он в такие вещи должен, правильно? Да. Я думаю, что если тяжелый кварк, вам нужен… То есть, как бы, если вы массу хотите удержать, да, тогда полностью встречается, что… Как бы… Она должна безравнимо сходиться… Наскорнялась по квадратному. Я буду только квадратную массу. Ну, да. Да. Это не проект. Я говорю про то, что, если вы хотите массу держать конечник, а по квадрату большую, да. А, ну, тогда… Тогда можно массу. Это можно… Если вы говорите тяжелый кварк, тогда как минимум, но… Ну, нет, ну, опять же, все тот же пример, который, конечно, я уже тут неоднократно говорил. Это все-таки рождение ТНТТ. Это тоже форм-фактор во время неподобной области. Вот, пожалуйста. Вот вергальный фотон развалился на ТНТ пару. И это в чистом виде форм-фактор Т-кварка. Вот чисто упрыгий канал, который не имеет смысла. К нему надо прибавить излучение реальных углеонов дополнительно. Я хочу, чтобы они не слишком близко и не слишком далеко. Потому что, чтобы они были умеренно релятивистские. То есть, когда они не релятивистские, там будет вот эта колоновская волновая афрукция, да и все. А когда они будут ультрарелятивистские, можно пренебречь массой. А вот промежуточная область. Но они не релятивистская область. Сильно, конечно, я имею в виду сильно. А есть промежуточная область, и они релятивистские, она не ультра. Вот там это будет форм-фактор Т-кварка во время неподобной области. Но я бы сейчас видеть, что это ультра или ультра? Это не ультра. Это гамма. Много больше единицы или порядка? Вот я хочу, чтобы гамма была порядка единицы и не близка к единице. Вот гамма равна двойке меня устроит. Или тройке. Нет, ну то есть, в смысле маленький. Гамма близи к единице вам не нравится, потому что там уже теория возмущения по альфа. Да, да, конечно. Там надо суммировать кулоновские обмены. А гамма очень большие не нравятся, потому что... Потому что можно массой пренебречь. А, да. Массой пренебречь. Промежуточная область. Ладно. Значит, что такое вот этот самый предел большого... А, да, я немного рассказал вторую причину. Вторая причина, почему этот вот предел вот так вот определенный представляет некоторый интерес. Некоторый слайд, так сказать. Это то, что в нем можно посмотреть поведение, асимптотическое поведение рядов теории возмущения по альфа-эс, ну так сказать, в модели. В модели вот в такой вот области. И понять, насколько оно может быть плохим. Увидеть там весь этот факториальный рост коэффициентов теории возмущений. И все это будет явно-наявно формула зверь. То есть это пример, который показывает, насколько плохо могут себя вести ряды по альфа-эс. И, как минимум, нет никаких свидетельств в том, что в реальной жизни они ведут себя лучше. Может они ведут себя так же, может они ведут себя хуже, но вряд ли они ведут себя лучше. Но, кстати, на примерах мы дали в код с какой модели эти люди ведут себя хорошо. Да почему? Нет, на самом деле зависит от того, что вы раскладываетесь. Несколько я понимаю, сколько у некоторых видишь. Да, по какому аппаратуру. По какому тоже зависит, но какие величины вы раскладываете. То есть, фарфактори этого парка, я желаю нормалом. Да, вот коренармолог я хочу посмотреть, да. Да, да, нет. Я говорю просто, что... А в других случаях, нет ли нормалом, а значит, сходится? Да. Вот в некоторых случаях нормально все сходится. То есть, ну, по крайней мере, так кажется. Не знаю. Обычно нормалом и есть. Если бы по какой-то специальной причине нет ближайшего аренормолуна, есть какой-то следующий, более утоленный, который... Ну, те, которые про-право-численные, а в аренормолуне... В аренормолуне... В аренормолуне есть такое тросиолетное, а в КГД есть еще инфракрасное. Ну, это же... Так, это все связано с указанием, но... Ну, да, конечно. Да, так вот, значит, допустим, я хочу рассмотреть область, где бета-ноль и плюс будет у меня считаться порядка единиц, и я удерживаю все степени. А вот единица на бета-ноль, ну, это малый параметр, я по нему рассматриваю... Ну, вот в этом конкретном докладе я рассматриваю только один член, первый порядок по единице на бета-ноль. Бывают задачи, их не так много. Где можно рассмотреть единицы на бета-ноль квадрат? Это, в общем, нужно некое везение, чтобы можно было посмотреть вот этот второй порядок по единице на бета-ноль. Можно вопрос? Вот в этом ноль ты реально понимаешь, что ты берешь большое число флейборов, а потом из них делаешь пятый ноль, да? Да, конечно. Вот я вот это написал. Я вместо разложения по числу флейборов могу вот эту штуку переписать тогдественно, как в накачленку по бета-ноль, так? Имею право написать. Вот это ряд по числу петель. А тут лидер при столичности. Но, НС, значит, вот, допустим, есть холоды, которые задерживают НС, а НС не задерживают число флейборов. Ты их можешь потерять? Нет, они будут, вот если я считаю, какое-то нужно, то они будут какие-то сособления. Кто сказал, что те члены, которые ты не схватываешь, без НС? Но НС, это же довольно большой. Нет, ну это почему нет? Это по правде формально проденится на бета-ноль. Это формальная единица по даме-ноль. В НС можете прибавить, там сколько там нужно, там 11,3. Но, по-моему, аргумент всегда был такой, что раз идет ряд по АФС, то мы от него НС-ную часть схватим, а поделим, восстановим полный бета-ноль и ничего не потеряем. Нет, посмотри. Ничего не потеряем в этой конечной единице. Так, насчет ничего не потеряем, а? Не потеряем на какого-то... Потеряем, а? Получим неплохое приближение. Да, с чего бы это? Ну вот так, нет, в смысле, вот, к сожалению, было такое. Не то, что ничего не потеряем в этой конечной единице. Ну, конечно. Ну, так, нет, но, тем не менее, значит, я всегда могу коэффициент в L-петлевом члене написать как многочлен не по анафору, а по бетану. который имеет степень от без единиц. Значит, вот это, если бы я знал всё, то я бы имел вот такой материал с вот такими коэффициентами в виде многочленов. Но, дальше, когда я рассматривал формально вот такую ситуацию, то я могу это написать так, что это есть единица на бета-ноль, а здесь стоит функция от бета-ноль на константу связи, а всё остальное есть формально. Поремка единица на бета-ноль квадрат. То есть, сколько хорошо выбрасывать вот этот член, это, конечно, вопрос тёмный, никто не знает. То есть, на самом деле, в нескольких примерах, это их, именно, не так, чтобы было очень много, но вот такая, именно такая операция, когда мы просто берём и вот так вот выбрасываем, она называется наивная необилионизация. Она неплохо воспроизводит правильный результат. Нет, насколько помню, были примеры, когда... Были примеры, когда плохо, да. Но были примеры, когда она с точностью 10% воспроизводит. Короче, и такие, и такие. Ну, да, противоположные обычно бывают, когда этот коэффициент по себе мало, пертурбативный, и там, наверное, необилионизация может вообще другой знак, например, предсказать. Такие более, по-моему, примеры. Вот. Значит, найти вот коэффициенты а, л, л без единицы, вот старшие в этом ряду, очень просто, потому что я их могу найти из диаграммы, куда вставлены только кварковые аппетиты. То есть, из коэффициента при... Она в старшей степени, я получаю коэффициент при ботаноле в старшей степени. Ну, много чего посчитали, но вот форм-фактор массивного кварка, ну, как живые функции, вот, скажем, по квадрат на квадрат нет, не посчитали. Да. То есть, действительно, вот таких формеров много. Значит, я хочу рассматривать токи билинейные вот этого тяжелого кварка с, ну, вообще говоря, с произвольной гамма-матричной источкой. Вот я написал туда симметризованное произведение гамма-матрица. Тогда, значит, вот эта гамма-матричная структура обладает свойством таким, что если ее обставить с двух сторон гамма-мин, то она превращается в саму себя с коэффициентом. С коэффициентом, который есть некий знак, который есть просто там минус единица в степени n, и в d-2. И, вообще говоря, все вычисления, которые я буду делать, будут просто в явном виде содержать вот эту это и вот эту b-2. То есть, в принципе, они могут быть произвольными. Какие надо, так и подставим. Значит, поскольку это задача про тяжелые кварки, она имеет прямое отношение к h-ку и t. Значит, если, например, вообще в задаче можно выбрать такие два четырехвектора скорости v1, v2, что импульсы можно записать как mv1 и mv2 плюс некие остаточные импульсы, которые много меньше m. то это и есть ситуация h-ку и t. То есть, как mv2 и mv2? То есть, как mv2 и mv2? Нет, почему? mv2 и mv2 в данном случае. Ну, скажем так. Важно, чтобы вот эти были много и меньше mv2. Да, асимметрированная и асимметрированная. А, асимметрированная, конечно. А вот. Тогда, значит, вот в такой вот ситуации акусидившный оператор, перенормированный ток, например, можно представить как сумму h-ку и t-шных перенормированных токов плюс единиционная поправка, плюс единиционная квадрат поправки и так далее. Где вот эти вот ведущие токи, на самом деле, для произвольной вот этой гамма-матрицы их всего три. То есть, либо в очкуете мы получим исходную гамму, либо мы получим гамму с одним дополнительным v. Ну, если бы этот v стоял вот здесь, он бы по уравнению неравка исчез. Когда он стоит с другой стороны, он тут и остался. То есть, когда он с чужой стороны стоит. Либо копия v с чужой стороны стоит. А вы все-таки хотите считать в очку и t? Нет, нет, я не хочу считать в очку и t. А тогда зачем это? Зачем? Ну, затем, что я хочу разделить формат, как усидившный, на произведение некоего, ну, универсального множителя, который описывает просто решение уравнения ренорм-группа, сдаёт там всякие имя зависимости. А всё остальное – это вот этот вот матченко и офицер. Потому что соответствующие форм-факторы в очку и t просто равны единице. Там нет масштаба. Нет буквы n. Поэтому там просто единица будет. То есть я хочу просто вам написать форм-факторы в произведении чего-то вновь и вот этот. На результат для очку и t, да? Одномироваться на результате? Да. Ну, да. Ну, результат для очку и t тривиально. Там нет петлевых поправок. Значит, ну, значит, вот эта сумма, она вот от нуля до двух идёт. То есть тут есть… Для произвольной вот этой матрицы есть три форм-фактора. Для случая n равно единице, когда известно, есть всего два независимых форм-фактора. Они зависимы, эти три оказались. Всё можно свести к f1, f2. Для скалярного случая всё можно свести к одному форм-фактору, естественно. Так? Ну, а дальше для, скажем, двух антисимметризованных данных матриц. Там все три остаются. И дальше всегда их три готовы. Вот. Значит, если я выберу для этой задачи про форм-фактор, когда у меня просто есть в начале, в конце и ничего больше, то я всегда могу выбрать, вот без вот этого, просто определить вот эти четырёх вектора скорости, как соответствующие импульсы, делённые на f. И тогда матричные элементы всяких операторов большей размерности просто все обратятся в ноль, потому что в очку и t нет, масштаба никакого в очку и t. Масштабом могли бы быть вот эти остаточные импульсы, а их за нулю. Значит, их нет. И поэтому я могу просто приравнить, посчитать матричный элемент в Qcd и посчитать матричный элемент в очку и t. Сказать, что вот, ага, в Qcd есть три форм-фактора на три вот этих самых скобочки из гераковских волновых функций и трёх возможных гамма-матриц. А в очку и t соответствующие форм-факторы равны единице в точности, потому что все петлевые поправки обращаются в ноль, потому что нет масштаба. Сейчас я не понял, почему там три гамма-матрицы и почему ты здесь только обделяешься? Вот, вот они три, они вот здесь написаны. Вот эти три могут возникнуть. То есть, меня интересуют, ну скажем так, все гаммы-матрицы, которые можно построить вот из этой гаммы из V1 и из V2. И построить я могу вот ровно три вот этих комбинации. Значит, ну вот для голых токов коэффициент шибки Qcd с Hqt это отношение посидешного форм-фактора к Hqt-шному форм-фактору равному единице, то есть это просто голый посидешный форм-фактор. А перенормированные коэффициенты шибки это то же самое, я только домножил на отношение констант перенормировки в двух теориях. В схеме МСбал, конечно, вот то, что с волной это в Hqt, там альфа-SNL флейворное, здесь альфа-SNF флейворное. Ну вот, значит, вот есть вот такое двойное отношение. Ну где мы заранее знаем, что один из множителей равен единице, правда, а все остальные присутствуют в наличии. Причем вот эта величина, она конечна и ультрафиолетово, и инфракрасно. Потому что вот если я взял вот такое отношение голого форм-фактора, форм-фактора голого тока, фактора перенормировки этого голого тока, я получил ультрафиолетово конечную величину в кузике. Если я взял вот это отношение, я получил тоже ультрафиолетово конечную величину. Отношение этого к этому, в свою очередь, оно инфракрасно-конечно, потому что Hqt воспроизводит инфракрасное поведение кузике. А вот эти оффшельные, а мысбалтные одностатки перенормировки, они инфракрасно-конечно каждая по отдельности, они имеют только ультрафиолетовое расходимость. То, что я говорил, что вот этот форм-фактор равен единице в низкоэнергетической эффективной теории, но там в нем есть и ультрафиолетово, и инфракрасная единица на и псилонгенную расходимость, а только они съели друг дружку. Так что осталась одна только единица, без бога. Вот. Ну, это просто решение о уравнении Ренонгруппы, я написал. То есть константы шутки для белинейного планку тока в Кусиди к такому же току в речку идти зависит, вообще говоря, от двух мил. И вот можно написать вот так вот. То есть вот в ведущем логарифметическом приближении это есть вот эти вот отношения АФГС в правильных степенях. А все члены, которые дальше, после главного логарифмического приближения, они все спрятаны вот в этих функцияхам. Где вот эта функцияхам, ну так сказать, просто по определению. Для любой аномальной размерности вот такой вот. Я говорю, что я назову функцией КАКАМА вот такой вот интеграл, где я вычел вот здесь ведущий член, так что этот интеграл действительно сходится в нуле. То есть вот этот вычленный член дал мне фактически вот эту скупку. А вот эта разность, она уже дает нормальный от нуля сходящийся интеграл, поэтому эту экспоненту можно просто по-простому разложить в ряд. Вот здесь будет 1-петлевая аномальная размерность и β-функция. Здесь одна из них 2-петлевая, или γ-1, или β-1. В следующем члене будут входить там 3-петлевые и так далее. То есть это уже можно обозлагать спокойно, в ряд, без всяких хитростей. Ну вот я уже говорил, что в случаях n равно 0 и γ-1 фарфакторов реально меньше. То есть можно написать все те же самые 3, но это никому не нужно. Вот скалявный фарфактор, он естественно, есть 1, и через 3 моих он выражается вот так. Ну а дальше их уже есть 3, дальше уже никуда не имеешься. Значит, вот этот интеграл, который с длинной линии, в которую он вставлял произвольное количество кларковых петель. То есть он имеет какую-то ε-зависящую степень вот этого знаменателя безмассового. И вот такие интегралы, массивные на мысловой поверхности, нужно, оказывается, свести в некоторых случаях, в частности в этом случае, к соответствующим, ну, к похожим на них ичкоэтишным интегралам, только ковшим. Это делается при помощи инверсий. Это красивый трюк, который вот как раз для этой задачи я несколько обобщил. Исход на этот трюк был предложен вот в неком нашем с Дэвидом докладе в 95-м году опубликованном. И вот я просто сейчас объясняю, в чем дело. Допустим, я хочу рассмотреть рядышком две вот такие диаграммы. Тут любое количество петель, можно нарисовать все, что угодно. Но требование номер раз состоит в том, вот здесь у меня есть массивная частица, нижняя конца на массовой поверхности. Здесь есть куча безмассовых частиц, и я их все рисую с одной стороны от этой линии, и при этом, тем не менее, получаю клонарную диаграмму. Это не всегда можно говорить, не планарная диаграмма. Вот это я не хочу рассмотреть. Я это сравниваю с H-коэтишной диаграммой, которая ушел вот этот хвост у нее вне массовой поверхности, а все остальное так же. Спрашивается, могу их связать друг с другом или нет? А вот могу, оказывается. При помощи, ну то есть сначала, естественно, делаю Виковский ПВА как обычно, А потом, после Виковского ПВА, во вклигованном пространстве импульсов, я делаю инверсию. Каждый импульс вот интегрирования, вот этот вот, который я тут здесь несколько что-то нарисовал, превращаю в вот такой вот, отраженный относительно силы. Тогда, значит, тут есть какие-какие линии? Есть, скажем, вот, внешние безмассовые линии, которые имеют знаменатель просто какой-то каэта в квадрате. Есть внутренние безмассовые линии, которые имеют знаменатель где-то там каэта минус ка-жунта в квадрате. И есть вот здесь массивные линии, которые имеют вид, ну вот какой вид, там сейчас таблица будет написана. И в этой диаграмме вместо них появляются соответствующие чкуэтишные линии. Значит, вот я их нарисовал. После поворота в их триггого пространства, после вековского поворота, значит, внешние безмассовые атакии, внутренние безмассовые атакии, массивные атакии, то, что член сам квадратом сократился, и чкуэтишные атакии. А если я сделала инверсию, они превратились вот во что. И, значит, если я отождествлю минус два омега сам в минус первое, обратите внимание, что у них размерности обратные. Это энергия, это энергия в минус первое. Но я все импульсы отразил в единицу на импульс. Соответственно, при переходе отсюда сюда, у меня размерность обязана перевернуться кверх на д. То тогда при вот таком отождествлении вот такая линия превращается в такую, а такая в такую. Они меняются местами, крест на крест. А еще есть мера интегрирования, конечно. Которая при инверсии дает лишний множитель каида в квадрате в степени d, наша размерность. Значит, в результате, что мы получаем, что действительно эти две диаграммы равны, но с точностью до какого-то тривяльного множителя, даем в какой-то степени, которая тут легко посчитает. И если я сделал вот это отождествление, индексы тех внутренних безмассовых линий остаются теми же самыми. Так вот было вот этот знаменатель в какой-нибудь степени. Этот знаменатель как-то расстался в той же самой степени. Импульсы вот таких линий превратили, индексы, степени, то есть, вот таких знаменателей превратились в степени таких знаменателей, а индексы вот этих вот внешних, которые по краям вот этих вот, их надо собрать из кусочков. Они из нескольких мест происходят отсюда, 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 отовсюда и отсюда тоже. Значит, они стали D минус сумма индексов линий, которые, опять же, еще раз показываю, вот, скажем, вот этот вот четырехугольник. Индекс вот этой линии, соответствующий вот этой линии, так, он будет теперь D минус индексы это, это, это и этой линии. Минус индексы всех четырех линий, которые этот четырехугольник ограничен. Ну, вот это, примерно говоря, правда, несколько более систематично, то, что было в девяносто пятом году. Правда, есть исключения, на которые я тоже никогда особо не обращал внимания. А что, если нет? Для какого-нибудь многоугольника нет ни одной внешней безмассовой линии. Вот здесь, например, внешняя есть, но она тяжелая. А здесь внешняя вообще нет. Тогда вот такое преобразование можно написать формально, но то, что получится, будет, ну, скажем так, не совсем феймерским интегралом. Он не будет никакому графу соответствовать. Это некий формальный объект такой, но как интеграл он имеет смысл, а как диаграмма он не существует. А у вас здесь не очень понятно, где вы хотите импульсы ставить? А импульсы я всегда поднимаю. Я же хочу ставить так. Вот в каждой петельке я опускаю некий импульс по цифру. Например, всегда проще часовой стрелки. Например. Вы же здесь куда-нибудь фиксируете? Да, нет. Какая линия везде? Чтобы университет не было. Раньше ведь фиксировали те, которые снаружи, да? То есть вот внешние линии у вас были просто соответствующие. Или один, или два, там и так далее. Да. Но в каком-то смысле я их фиксировал так. Я сказал, поскольку это планарная диаграмма, то вся моя плоскость разрезана на какое-то количество многоугольников. В каждом многоугольнике я опустил импульс по кругу. Тогда на границе будет просто их разность. Никогда не будет линейной комбинации, скажем, трех. Но тут вам важно было, что у вас на берегу при внешнем всегда просто стоит карбис. Да, вы совершенно верно. Вы же потом инвертируете его, поэтому важно. Вот именно это важно. А вот там теперь у вас есть петли, в которых внешний период вообще? Вот я говорю. То есть вот здесь вот, вот в этой диаграмме, например, вот здесь вот у меня подсухло, ходит какой-нибудь там ампульс, я не знаю, К-4, так? Но нет ни одной линии, которая имеет просто ампульс К-4. Всегда К-4 минус что-нибудь другое. А когда я делал инвертирую, получилось К-4 в квадрате в какой-то степени, которая не соответствует никакой линии диаграммы. Что несколько нехорошо. И снижает полезность этого отрыва. Так я знаю, что в первичном случае что-то привычное было надеяться. Получительно же фиксировать начало, координаты. Реально, конечно, совершенно верно. А раньше вы фиксировали тем, что у вас будет. Сейчас вы не можете их. Так я не могу, да. Если вы по-разному будете сдвигать это К-4, так у вас разная послеинвертия интегралы получается? Потому что они невозможно. Никаким выбором сдвигов сделать так, чтобы вот здесь на каждой линии была комбинация только двух импульсов. И каждый импульс в квадрате где-то присутствовал явно. А, ну так это очевидно. Тут присутствует всего три штуки, а импульсов интегрирования четыре. Значит, четвертые из них в чистом виде они нигде не присутствуют. Нет, так что для этой штуки трюк, я говорю, формально он проходит. Я могу написать некое выражение, которое получится. Но, вероятно, от этого нет никакой пользы. А вот что я и здесь хочу сказать, что тот же трюк можно применить не только к, собственно, энергетическим диаграммам, но и, скажем, к вершинам. Значит, вот, более того, даже не обязательно массы будут одинаковые. Пусть массы будут разные. Вот пусть у меня здесь будут оншел, вот эта частица с массой М1, это М2. Здесь импульс М1В1, здесь М2В2. Здесь вот есть петлевой импульс. Вот я, допустим, определил массивный интеграл, который зависит вот от трех индексов этого, этого и этого. И имеет вот эти вот три знаменателя. Теперь я его хочу сравнить с, очень похожим на него, но H-куэтишным. Где теперь вот эти концы будут вне массовой поверхности. Они будут иметь какую-то Омега-1, Омега-2. И вот есть аналогичный H-куэтишный интеграл вот со своими тремя знаменателями. Они тоже связаны друг с другом инверсией, которая вот здесь нарисована. Вот аналогичный момент. Это действительно прогресс по сравнению с 95-го года прошлого века, который почему-то, насколько я знаю, никогда не сделал. Значит, когда я выбрал в качестве импульса именно вот этот, то, естественно, именно этот индекс у меня изменился. Он теперь стал D минус сумма всех трех трешек. То есть вот моя массивная Ушел-диаграмма выразилась через H-куэтишную Ушел-диаграмму. Где вот то самое отождествление произошло вместо Омега. У меня стоит минус 2M, минус 1 соответствующие. Они разные. Если тут разная масса, то здесь разная энергия на этих квасках. Но для этого конкретного случая мне нужно много меньше. Что мне не нужно вот это соотношение в самом общем виде. У меня всегда N1, N2 будут целые. А N, который без масса, ну может быть, не может быть, а обязан быть не целым. Я туда кварков в петельку наставляю. И масса у меня одинаковая. Я рассматриваю кварк-фактор, ну там тяжелого кварков самого себя. Тогда на H-куэтишной стороне у меня Омеги будут одинаковые. У меня будет single scale integral. Где Омега единственный размерный параметр. Но есть еще угол, конечно. Менбургский угол. Вот. Значит, тогда есть два мастера интеграла. Это вот мы с Толей Котиковым смотрели. Тривиальный. И не столь тривиальный. Где этот не столь тривиальный. Вот такой вот, зависящий от угла. На самом деле оказалось, что тоже имеет довольно простой вид. Он равен такому же, как если я его распрямил, разогнул вот этот угол. Он умножить на гипергеометрическую функцию. Ну вот от такого аргумента. Ну то есть, если, например, пусть у нас ТТ равен единице. То есть, ТТ равен нулю. То все это превращается в единицу. Мы получаем по определению правильное соотношение. А когда угол в ней, ну да, возник дополнительный можете. Зависящий от угла. Кстати, это было большой неожиданностью в 2011 году. Что этот ответ можно записать в простом виде. Ну, сначала было сильно не очевидно. То есть, сначала... С этой функцией... Нет, нет. С ней все нормально. Мне она будет нужна, как сейчас будет видно, только когда N1 и N2 равны единице. А здесь будет тоже единица. И она превратится во 2,1 соответственно. То есть, мне нужна F2,1 будет. Для этой текущей задачи. И, на самом деле, можно и дальше обобщить. Не обязательно вершину смотреть. Вот мне для этой задачи это не надо. Но само по себе соотношение инверсий можно написать, скажем, для бокса. Это мне... Эхалист Ян подсказал, а что будет для бокса на текущей. Не будет ли что-нибудь похожего? А это будет по зелену? Смотрел? Да, будет. Вот если я взял массивный бокс. Вот если у меня есть две частицы с массами M1 и M2. И обмениваются же массовыми частицами. Так? Причем два конца на массовой поверхности. Вот это M1V1, это M2V2. Этот входящий, этот выходящий. Два другие могут быть и вне массовой поверхности. Про Q мне, в общем, ничего предполагать не надо. Q, вот эта передача суммарная от одной линии к другой. Может быть какая угодно. И вот эти виртуальности, ну какие будут, такие будут. Вот. Тогда я могу определить вот этот бокс. Массивный бокс. Который имеет вот два массивных знаменателя, два безмассовых знаменателя. Я выбрал начало отсчета так, что вот здесь у меня в чистом виде охраны. И относительно этого начала отсчета делаю версию. Тогда я сравниваю это с похожим H-куэтишным боксом, где есть две H-куэтишные линии, имеющие четырех скорости V1 и V2. Суммарная передача импульса между ними U, все концы будут вне массовой поверхности. Итого я имею два H-куэтишных знаменателя, два безмассовых знаменателя. Эти две штуки тоже связаны друг с другом. Вот эта линия, в которой H-квадрат была в чистом виде. У нее, естественно, переопределили х-куэтишные. Он стал D минус сумма всех чудесных. Остальные индексы остались на месте. Вот эти M1 и M2 превратились в Омега-1 и Омега-2 по тому самому отождествлению. Но одновременно я должен Q на 1 и C на Q заменить. То есть вот этот интеграл, естественно, зависел от Q. То есть, поскольку какие есть векторы внешние? Q, V1 и V2. То есть он зависел от Q-квадрат, Q-V1 и Q-V2. И вот тот матерный букс, чрезвычку и тишный букс, будет содержать на этом месте единицы на Q-квадрат, Q-V1 и Q-V1 на Q-квадрат. Я, Дико, извиняюсь, но какое же отношение сегодня имеет к теме Дарвана? Что у нас уже 45 лет не прошло? Да, ну вот сейчас как раз я перехожу к пределу большого БК. Ну, была некая связь фейновских диаграмм из разных теорий. Массивный амшал и H-куитешный амшал. По-моему, красивая соотношение. Значит, в ведущем порядке, в первом порядке по... Ну, в самом главном порядке по БК 0. Значит, мы можем пропагатор Глюона написать... Ну, пропагатор Глюона всегда можно так написать. Но вот эта собственная энергия будет... Вот она здесь написана. И она у нас нормально порядка единицы. То есть, мы не можем разложить в ряд. Мы должны всё это учитывать, вот как оно написано. Перенормировка заряда в этом ведущем порядке, она очень простая. Вот здесь вот она написана. Она во всех порядках написана. Где Б это β0, ЛФС на 4П. Которая порядка единицы у нас. Тогда, значит, форм-факторы можно написать... Вот вся вот эта наука про Большое Патамоль в значительной степени произошла из вот этих вот статей исходных. Где исходно вот эти вот товарищи предложили писать выражения для всяких физических величин в таком очень специфическом виде. Вот здесь стоит сумма по петлям от одной до бесконечности. Здесь я выделил, просто руками выделил множитель единицы на L. Здесь я написал вот этот самый Пи. Вот это... Где она? Собственная энергия. Вот это вот Пи. В степени L. В степени L, обратите внимание. А не в степени L без единицы. То есть, я на него в этом смысле это множил и поделил. Чтоб здесь было ГМТН степень. Так? А всё остальное я назвал какой-то функцией от двух переменных. А эти две переменные у меня будут Эпсилон и L Эпсилон. Очень странная на первый взгляд форма записи. Ну, любое выражение можно взять и записать в таком виде. Как это говорит моя зеленка? Когда хочу, тогда я повижу. Ну, вот эта форма оказывается очень полезной. Значит, в нашей конкретной задаче все вот эти Фи имеют вид такой. Они всегда имеют вид, там, какой-то комбинации гамма-функций, которые всегда возникают. Вот. Он шил в бассивных интеграмах. А вот эти вот Эмги, которые действительно разные. То есть, вот для разных форм-факторов, разных токов и так далее. Но только вот эти они будут отличаться. Они есть линейное выражение по одной единственной гипергеометрической функции. Как я и говорил, она стала F2-1. Она зависит от У. Поэтому зависимость от У, вот этого второго параметра, она очень тривиальная. У сидит вот в индексе вот здесь, не в аргументе. Ну вот. И в точности такая же F2-1, кстати, как оказалось, как мне Миша Кумнуков сказал. Она же появляется, когда вы вычисляете массивную диаграмму, просто вот такую вот массивную диаграмму. с масками АМ-1, АМ-2, здесь есть какой-то F2. Вот такая диаграмма выражается через ту же самую фонусу, вот эту. Поэтому они ее рассмотрели когда-то там, в 2001 году. Вы знаете, какие-то гипергеи, где-то не говорили большое. Не надо большое вопрос. Ну, большое? Ну, насчет большого я не знаю. Насчет большого. Вы не понимаете, как это вообще? Ну да, не, ну. Вы знаете, что есть у тебя или нет? Ну, в общем-то, для разложения все-таки в ряд по, ну, по альфавесу, нужно разложить по-малому, наоборот. Ну, но желательно на любом порядке. Чем же надо. Тем сумма по есть, то ли? Эта сумма не хочет? Да. Я не хочу, я не могу, в общем-то. Реально я не могу здесь. Я не коммутирую цепсилом. Ну, то есть, имейте в виду, что это можно для произвольного L? Да. Да. То есть, я... Вот это то, что только полу можно разложить до любой степени. Но, наоборот, при больших полу я не знаю, как они имеют. При больших полу я не имею никакого смысла. При больших полу? Нет, конечно, имеет. Наоборот, почему? Наоборот, это сумма или не бесконечности. Вы берете и напали, что это все наоборот. А, вон тот ряд? Я думаю, мы против геометрии были. Да нет, это я видела, это функция, как они так вот есть. Но она сумма стоит. вы должны определить, а сколько целей вообще если это функция? в принципе вот так, даже если бы она суммировалась это было бы плохо да, нет, а это будет асимтотический будет асимтотический ряд, конечно а под ревармогом, тот самый ренормогом он получит сейчас вот это будет поведение при больших эля будет поведение всех ну вот, всех членов ряда не конкретно, а три функции а членов ряда будет представлено через несколько слайдов значит, вот это я написал ряд по голой константе связи фактически, ну потому что голая константа связи, вот здесь теперь я хочу выразить через перенормированную константу связи которая у меня B называется это β0 αs делить на 4b, я напоминаю и тогда будет вот такое выражение уже через перенормированную αs фактически, ну или B которая ей пропорциональна тогда это был форм-фактор голого тока ну хорошо, ладно, векторный голый ток совпадает с перенормированным его не надо перенормировать, но все остальные не совпадают поэтому, вообще говоря если я возьму логарифм вот этого вот тока форм-фактора, то я должен получить что? я должен получить логарифм отношения констант перенормировки этого тока и логарифм константы шевки, который оконечен то есть, вот я этот логарифм посчитаю, все отрицательные степени ε по определению загони сюда, а нулевое положительное я загони сюда логарифм этого отношения я всегда могу написать как первое единица на ε член плюс высшее но высшее не содержит новой информации то есть, исходя из первого я получу прямо аномальную размерность ну в данном случае было отношение двух-задов, значит я получу разность аномальной размерности КУСИДИШНОЙ, где ТОКСН антисимметризованными гамма-матрицами ИИЧКУИТИШНОЙ, который вообще плевать на гамма-матрицы она всегда одна единая это будет, ее можно извлечь просто из ЗДД а вот все вот эти ЗДД и так далее они не содержат никакой новой информации их можно из ЗДД получить ну, фактически из требования чтобы вот эта штука была конечной при ПСИЛОНК-0 значит, как отсюда извлечь так, вот 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 ну, хорошо, реально расходится асимпатически да ну, вот сейчас увидим я сейчас вам, во-первых, хочу все-таки разделить единицы на эпсилонские опуски и эпсилон в нулевой опуски единицы на эпсилонские опуски прекрасно обролом сходятся и дают, ну, то, что предсказывает Реновгруппу а вот конечные опуски они дают асимпатический ряд, действительно вот, значит единицы на эпсилонские опуски можно извлечь так вот я вот всю вот эту функцию, которая которая вот здесь фигурировала так вот вот здесь вот она фигурировала она оказывается она почему-то всегда оказывается я не знаю общего доказательства но во всех рассмотренных примерах она есть регулярная функция АПСИЛОН и У его можно разложить в двойной ряд который, конечно, имеет конечные радиосходимости но тем не менее разложить то можно при малых эпсилонах вот а вот эту штуку я могу опять же разложить по Б и давай получу четверной ряд я получу для вот этой голой величины вот здесь вот одна сумма была вот эту я разложу я получил еще два суммирования вот эту я разложу вольтой степени Бубином и Ньютона получил четвертая получил четверную ряд но и теперь из него выделяют только коэффициенты при эпсилон в минус первой там коэффициенты при эпсилон в любых степенях есть от минус бесконечности до плюс бесконечности остается как бы тройной ряд но оказывается что в нем все члены сокращаются кроме членов L0 то есть когда у меня у занулилась когда у занулилась то есть для извлечения вот этого z1 единицы на эпсилонского куска мне достаточно знать коэффициенты разложения только по эпсилу по у не разлагать не надо и значит а вот тогда вот получилась такая вот в общем то некая я это называю первое комбинаторное чудо это на самом деле это чудо это действительно некое комбинаторное отождество что какие то суммы беноминальных коэффициентов как то перемноженных равны нулю а вот я припоминаю вы случайно этот доклад не делали какое то время назад я просто про это сумму у меня в общем говорили что там умрала идентики такие есть которые да 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 это пьяно все но не этот доклад это было для другой величины для аномальной размерности каспо но вот эта технология действительно возлагала где то год назад это и верно то есть она действительно то же самое значит значит вот это вот тем самым аномальная размерность в данном случае разность она выражается через эту самую функцию от у равного нулю от у равного нулю а еpsilon равная минус b очень простая формула 3у равна нулю это функция схватывается получается тета делить на синус гиперполический тета и в результате мы получаем трогательное согласие это может посчитали вот этого и этого эти аномальные размерности известны первую из них посчитали мы с Дэвидом в 95ом а вторую посчитали Беннике Браун в том же 95ом это ведущий по единице на бета 0 член аномальной размерности ту капеллинейного где сидит ткана антисимметризованного гамма-матриц а это то же самое для H-поэтишного только ну каст аномальная размерность которая сейчас будет будет а как же то есть вот здесь она не пригодилась ну она пригодилась в том смысле что она дала вот такой вот ответ но так для двух других гамма-матричных структур мы должны получить ноль потому что ну потому что они не примешиваются потому что разные гамма-матричные структуры в КХД не смешиваются при перенормировке вот а вот теперь берем конечный кусок конечный кусок при апсилон 0 там происходит второе комбинатурное чудо менее сильное несколько там остаются коэффициенты F0 и F0n а все промежуточные сокращаются все равно то есть вот здесь что коэффициенты F0 те же самые которые нам уже определили аномальную размерность они дают просто вот этот самый фактор ну который описывает решение уравнения ренорм-группу что что неудивительно то есть они из аномальной размерности получаются эти факторы а вот эти которые F0n которая как раз в зависимости от U при апсилон равном 0 они дают вот этот H со шляпкой которая есть ренорм-инвариант этот ренорм-инвариант можно записать в виде формально можно записать в виде интеграда по ДУ от нуля до бесконечности вот от вот этого вот самого убывающего экспонента на нечто что называется Беррилльский образ теории возмущений и что выражается через нашу функцию F это псилона равного 0 и U то есть вот на Майфе у нас сейчас вот та самая F1 сидит в полную силу но интеград это он конечно плохой плохо определен то есть вот в этой нашей модели в первом порядке поединиться на Батану мы просто интегрируем по этой самой положительной половой силы на которой сидят полюса вот эта функция имеет полюса предположительно в принципе ну вот из гамма функции ведущая неко U равно 1 2 из этих полюсов ну вот почему это называется Беррилльский образ вот почему значит если я функцию F разложу в ряд по U функцию H вариантную разложу в ряд по B то тогда коэффициенты этого ряда и этого ряда связаны через факториал то есть функция H она гораздо лучше она как ряд теории возмущения вот этот вот С C L но я взял эту C L поделил на L без единицы факториал теперь этот ряд стал суммируемым дал вполне конкретную функцию вот это произведение гамма функции где-то там гипердиометрия пределана но он имеет полюса С 1 имеет вот этот ряд суммируемый имеет конечную радиус ходимости до ближайшего ренормогонного полюса вот ну а преобразование от S вот это преобразование так сказать прямое одно преобразование дневное это вот этот драмп ну вот значит что будет если у него есть полюс в какой-то точке у 0 нашей конкретной задачи у 0 равно 1 в 2 ближайший полюс смотрим тогда будет некая неопределенность в этом интеграме которую мы просто так чтобы количественно охарактеризовать скажем что это неопределенность порядка вычета в этом полюсе значит полюс он простой полюс допустим есть вычет на U минус U тогда вот я в степени минус U на B в этой точке если я действительно B подставлю через любимое Витка Львовича который убежал к лемда nm2 я получил лемда n в степени 2у то есть неопределенность вот в этом интеграле есть лемда ну есть вычет во-первых конечно есть единица на бета 0 в первом порядке по нему а все остальное это в общем-то лемда деленное n в степени 2у в этой задаче 0 половинка то есть это будет первая степень вот значит вот если я оставлю только вклад ближайшего алинормиллона просто для иллюстрации это не то что это какое-то там хорошее приближение а просто чтобы проиллюстрировать вклад одного полюса в полюсе в Морелевском области то коэффициенты ряда теорий вымощений будут расти вот так какая без единицы факториал делить на вот это наше у 0 в степени и у 0 у нас есть одна вторая стало быть сами члены ряда теории возмущений будут вот такие ну и по формуле стирлинга я вижу что минимальный член ряда теории возмущений будет при числе 5 примерно равным единицы на у 0 делить на b где b в общем то ну если теория вымощений имеет какой-то смысл должно быть довольно маленьким параметром ну и порядка единиц и сам этот минимальный член в точности дается вот этой же пламулой то есть если мы суммируем до минимального члена и объявляем что сумма справедлива с точностью до своего минимального члена мы получаем ту же самую оценку что по вычету что сказать что это будет вычет что сказать что это минимальный член после которого все стало расти это одна и та же оценка то есть в нашем случае вычет в точке уровня 1 и 2 опять же считается совсем легко потому что это гипергеометрическая функция вообще становится элементарной в точке уровня 1 и 2 ну и в итоге мы получаем что мы получаем что вот эти наши что 1 и 2 это надо далеко листать назад там гаммафункция была какая-то там была какая-то гаммафункция вот эта она имеет полюса в точке 1 и 2 ну и дальше через шагом 1 и 2 в сети полюса так значит вот эти три константы шутки имеют ренормалонную неопределенность ну пропорционально естественно единица на m в первой степени вот эта штука есть ренормалонная неопределенность он шел в массы очень знаменитая вещь про которую там много народу писали которая ну параметрически есть лянда она с чертой делить на бета 0 все остальное это числа значит вот они вот такие вот здесь 0 получился ну значит в соответствующем форфакторе вычет оказался равен нулю в точке уровня 1 так получилось ладно значит вот упоминавшиеся уже Андрей Гавыдович смешит а вот в тот форфакторе который там делают там неопределенность или там вообще нет проблем нет ну как нет проблем там там есть следующий полюс уровнем единицы и там за неопределенность порядка ведущая а нет нет я его не изучал но я практически уверен что там будет следующая ренорма совсем странно если понесли сократились вот вот эта функция 2.1 если я их все таки по малому хочу разложить для нее существует совершенно замечательный результат полученный Давыдовичем Колбуковым то есть существует выражение для общего члена для n-ого члена разложение по u и оно выражается через никсиновские полилогарифты ну вообще говоря вот от двух разных аргументов но они связаны друг с другом то есть на самом деле я могу вот этот выразить через этот если мне хочется сделать эту формулу в таком смысле в два раза короче но тогда она не будет иметь явную симметрию вот это на минус т я ее написал просто в явно симметричном виде а так ага так ну и еще один значит комментарий чуть-чуть чуть-чуть сбоку но дающий как побочный эффект довольно сильного проверки всех этих вычислений это про разная гамма-5 значит вот если бы я начинал с тока который не синглентный по флевару вот я сюда вставил матрицу флеварную такую что тогда в общем-то имел полное право использовать эти коммунирующую гамму-5 потому что аномалии нет ну в общем-то не придешь к противоречию при этом и есть знаменитые обнажители которые в народе называют факторы которые связывают этот ток с ток с эти коммунирующие гамма-5 это конечные перенормировки то есть это просто ряды по альфа и с от мю с конечными коэффициентами никаких там единственная псилонета и то конечное и другое конечное они связаны ну вот конечном ряду значит эти факторы можно всегда находить для случая бенмассовых квад поэтому антикоммутирующая гамма-5 я скажу можно антикоммутировать наружу из всего вычисления она ни на что не влияет так что аномальные размянности будут такие же как для тока без гамма-5 а если давно уже на гамма-5 хост-празмонскую произведение ровно четырех штук гамма-матриц она эти четыре штуки гамма-матрицы там из этой гаммы убивает если они там были и в результате вот эта матрица есть вот такая матрица но только перетасована каким-то хитрым образом у нее компонент значит если я вот эту формулу теперь продифференцирую по алгоритмам я получу что вот эти наринские факторы есть они просто определяются разностью аномальной размерности только с н-дамма-матрицами из четыре минус н-дамма-матрицами они отличаются начиная только с двух пяти лев все равно скажем n-равно нулю n-равно четырем это одно и то же n-равно единице n-равно трем это тоже одно и то же а основные пятилини уже отличаются и поэтому вот значит возникают вот эти конечные перенормления в частности в 3-н равном двойке ничего не возникает то есть тазовный итог с сигмой меню что это сигмой меню умножаем на дискоммунирующую что на ларинский фактор равна единице аналогично в hqt ларинский фактор равна единице все и всегда потому что там общая это аномальная размерность на всех а при большом ботаноле ну это фактически я просто переписал формулу это показывал формулу для аномальной размерности тока с n-гова матрицами в пределе большого ботаноле в первом порядке ну а здесь входит антеграф как в рифках вот такой вот антеграф значит это это известная формула это не есть что-то новое значит поскольку я производил вычисления и держал при этом фактор h произвольно то я могу из своих вычислений легко получить ответы для антикоммутирующей гаммой 5 если просто это возьму с другим знаком не минус единица в n а минус минус единица в n я говорю смотрите значит все все вот эти ларинские хитрости ушли в множители k а вот все х со шляпкой ренорман-вариантная величина они одинаковы они одинаковы для антикоммутирующей и до тхостверкновской гамма 5 для антикоммутирующей они просто получаются из такой же где гамма 5 вообще нет замены это на минус это а для тхостверкновской они получаются заменой n на 4 минус то есть вот это равно этом это есть нетривиальная проверка но всяко этих отчислений и вторая антикоммутирующая проверка с этим же связано точно так же как в случае без гамма 5 при н равном нулю когда нет гамма минус был всего один фарфактор скалярный здесь всегда скалярный фарфактор он опять же один а для аксиевного тока есть опять же два фарфактора и через моих 3 они выражаются вот так вот я их могу соответственно получить а также их могу связать друг другу то есть у меня когда голые токи значит дивергенция голого аксиального тока есть просто голая масса на голый псевдоскалярный ток где голый псевдоскалярный ток голая масса связана с Он шел массы, ну вот он шел константы и перенормировал. Значит, теперь я от этого равенства, про дивергенцию беру матричный элемент изначального кварка в конечный кварк, такой эксклюзивный матричный элемент. Я получаю, что вот эти два акциальных форм-фактора равны псевдоскалярному форм-фактору, умноженному на Z в вотшем схеме перенормировки масс. Ну а в пределе большого ботанола я получаю вот такой вот форм-фактор, который опять же есть некая обычная проверка правильности всех этих отчислений. А теперь я просто перечислю, что же здесь было. Значит, сначала я получил формальное, в общем-то, выражение для форм-факторов голых токов во всех порядках по бета-ноль же 0 квадрат. Потом я перевыразил это через перенормированную константу связи, которая есть в бета-ноль альфа-с отмёрт на 4. Потом я оттуда выделил единицы на эксилон члены и получил аномальные размерности в полном соответствии с тем, что давно известно. А потом я вычленил оттуда конечные члены, получил коэффициенты шутки, которые содержат ренормалон, даются вот этим самым асимптотическим рядом, которые имеют факториально растущие коэффициенты. Значит, ведущий ренормалонный полюс сидит при уровне 1 и 2, поэтому, значит, есть неопределённость в этой константе шутки, которая пропорциональна, ну, там, лямда на r. Как вы показали, в общем-то, довольно явно, для форм-факторов адронных там есть степённые поправки. Для форм-факторов их нет. Я просто выбрал скорости равными импульсом 9dm в маршер. И все петлевые поправки в 1dm там уже загнулились. А для адронных они есть. И они даются какими-то матричными элементами, ну, там, оператор более высокой размерности. Значит, ток имел размерность 3, значит, следующая размерность 4. Ну, вот матричные элементы из шутки операторов размерности 4, делённые на 1. Эти матричные элементы содержат ультрафиолетовые ренормалонные расходимости. И они сокращаются с инфракрасной ренормалонной расходимостью ведущего члена. Мне интересно, наверное, поправки. Ну, и что ещё? Ну, вот ещё мы обсудили, как связаны друг с другом токи с антикоммутирующей током. А, я забыл сказать важную вещь, когда я этот слайд показывал. То есть, вообще говоря, все вот эти разговоры имеют смысл только для несинкретных пофлейворотоков. Я рассматриваю несинкретные пофлейворотоки. Казалось бы, я тут где-то глубоко не прав. Но, вообще говоря, да, в первом порядке поединиться на батоноль это не важно. То есть, если бы я сумел как-то пробраться в какие-то более высокие порядки поединиться на батоноль, я бы там отнулся и на аномалию, и на то, что нельзя вот так по ларину действовать. Но в первом порядке поединиться на батоноль это просто не существует. Ну и какой-то, что ли, технический результат состоит в том, что вот эти вот самые товарищи, перечисленные здесь, в 17-м году опубликовали результат для трехпетлевого форфактора массивного кварка, но только при больших НС, но этот член с НФ в квадрате сюда относится. То есть, эти результаты есть. Для векторного тока, впрочем, два форфактора, один на два. Я сравнил и подтвердил то, что они получили вот в 2017-го года, в точности со всеми там этими полилогарифмами, которые там у них были. Я свои с полилогарифмом к их полилогарифмам привел, все совпал. И можно это легко расширить до любого конечного числа петель, потому что, ну, что я и сделал, то есть, в статье я опубликовал там предсказания для четырех штуки, для вот этой штуки. Но, в принципе, можно хоть для какого числа петель, потому что вот эта самая сложная гипердиометрическая функция, ее разложение в ряд по У известно, ну, аналитически, то есть, известен Н-ный член, не то, что известно там, сколько-то где было из членов разложения, а известен прямо коэффициент при У в Н-ной степени при любом Н. Поэтому именно вот это, такой вклад в фарфакторы, можно посчитать, ну, в общем-то элементарно, посчитать в любом числе петель. Просто вот уже четыре петлевые результаты вонял примерно в страницу, поэтому дальше считать не хотелось. Я дальше не считал. Пользуясь этой формулой, можно посчитать десять петель, это нет ни малейших самих. Но вопрос, зачем? Ну, вопрос, зачем. А вы видите, зачем? Понимаешь, вот, конклюзион, на мои два смысла. Заключение и выбор. Выбор, я так не понял, что же у нас здесь стоят. Вот я говорю, что я тебе говорю, что я тебе говорю, считай. Т-карты, они нестабильные, так сказать, спрашиваются, от того, что у них было нестабильное состояние, как он вообще от всей этих штуки, так сказать, должны квадетифицировать? Ну, в общем-то, никто не знает более научного подхода, чем просто взять и тупо сдвинуть этот полюс комплекцию. Это имеет отношение к этой люди. То есть, в первом приближении это правильно. Ихаразангевич, они это прекрасно демонстрировали, что просто так у тебя по барону не туда сядет и так далее. Чего с дверять собираешься? Ну, да, нет, но я говорю, то есть, это некая, ну, я не знаю, первая наивная попытка в этом направлении, и она разумна. Но она, естественно, не точная, это никуда не денешься. Спрашивается, если непонятно, даже в двух петрах, неопределенность этого Гринта Витнера, как соотносится с неопределенностью учения в двух петрах? Вы послесываете в три петли, в четыре или в двадцать четыре? Ну, Настя, вот, это, конечно, есть там же тоже параметки, вы бы говорили, да? То есть, это типа гамма на М. Да, на М. Это параметки, да. Я не знаю. И первый параметки, там на М. Правильный, я тут, да. То есть, точно. В этом смысле надо смотреть, как он. По сравнению с Альфа. Ну, ничего, надо сделать, я не знаю, нарисовать сечея. Дело в том, что КХД альфа, формально, по крайней мере, оно такое маленькое, КХД альфа-С. Поэтому, как бы, гамма на М, он может быть гораздо меньше, или, ну, он не слегкает. Нет, на Т-квартах он уже там... Ну, я не про Т-квартах говорю, я говорю, что просто... Почему нет? Ну, для Т-кварта, тем не менее, гамма на М маленький параметр, конечно. То есть, поменьше альфа-С на Пи. Да, понимаешь, я говорю, что третий, четвертый, это же не скорб, мы же не скорб, если не вернемся. То есть, если мой парень такой пишет, который некуда встанет. Нет. Ну, возьму ключи меня, вы сравнили, так сказать. Или есть какой-то эксперимент, там, что ты далеко уйти не можешь, но все равно, что воск это на эксперимент. Ну, понимаешь, вот конкрыжен, это у тебя разложение наоборот. Я вот в своем доказательстве считал первое, второе, третье, пятое. А теперь еще можно вызвать конкрыжен, понимаешь? И что? Ну, понимаешь, в смысле, это должно быть, а, в большинстве, а, в большинстве, а равно б, а если долюди туда, то вдруг много больше б. В чем вывод состоит? Зачем считать следующий порядок? Понимаешь, зачем нужна дорога, которая ведет в Тран? Нет, само по себе, вот структура, когда девчонка говорится все время, что там структура, там, высших порядок. С вами говорят, недавно, так сказать, знакомый Ром Черныцкий, выжил, что узнавал, опубликовал вычисление, так сказать, вероятности распада, которое дает Бранчин 10-70. И тем не менее, когда он 10-70, абсолютно бессмысленно построил, владелое распределение опубликовал статью. Нет. Зачем строить уголовое распределение, это процессор, который говорит, Бранчин 10-70. Ну, да, ну, главное, то есть... Вы же будем подоказывать инфекционерам из Канады, так сказать. Нет. Вы знаете, в России живете, а тут я не на физике работаю. Да, но на самом деле, я говорю, что нужно иметь в виду, что, как бы, вообще-то, сложностность, ну, например, подтверждение, да? Да. Хорошее есть, да, то есть... Хорошее мнение каких-то, которые сами не знают, куда их вычисления засунули. Понимаете, это означает, что люди понимают, как вычисляете эти порядки теории возмущения. Это важно, в принципе, что там, ну, вот, есть какой-то... Какое-то, какое-то маленькое... Маленькое... Нет. Ну, что касается вычисления вот этих полфакторов, или что... По крайней мере, некоторые вещи я видел, люди просто используют и рисуют вот такие-то, там, эти самые... Венды, которые показывают, насколько у вас все сходится с экспериментом. Я не разбирался, я вам так не скажу. Ну, если ты потратил много времени, если провел сложные расчеты, то что ты там еще не потратил? Нет. Ну, два и разобраться. А нафига это надо? А дальше, если вы говорите, а я еще и 77-м порядок могу сказать. Нет, конечно, другой момент, чтобы, как бы... На самом деле, конечно, эти... И, по сути, это и есть вычисление, я видел, у меня нахи членов, да, для СТД. Это не есть, так сказать, независимое подтверждение, а то же самое вычисление. Да, это тоже вычисление, но технически сильно другим методом. То есть, я использую как соотношение инверсии, которого они, естественно, не использовали. То есть, ну, на самом деле, да, в этом смысле я ничего другого. Я считал, ну, те же фейманские интервью, но я считал их по-другому, иначе совпадающие ответы, да. То есть, то, что... То есть, меня очень хорошо считают... В любом числе, и тем, кто считает, как бы не 8 или 9. Да, сейчас, вы меня какими расчетами не занимаются. Я посетив твои семья прикладываю для себя вот только чтобы у меня обложить. Прямо хорошего проверения длинного расчета. Ну, я бы сказал, что эти расчеты... Вот, как минимум, на порядок проще того, что делали эти люди, а скорее на 2. Они не учатся. Почему эти расчеты не делали? Вот... Они говорят... Даже честно, да, ну, на самом деле, конечно, по большому счету, приносили на какие люди, в основном считают это как бы... Ну, раз по 100. Ну, да, не жалуйся. А то в нашем институте экспериментаторы... По мере, там, какой-то там брачник, который дает класс всегда уже живого здания, но у меня действительность... Ну, да. Для этого надо... Это надо для живого здания. Ну, не раз, это тоже. Как бы это было. Не дали на моем виде. Да, но сама по себе физика, теоретическая и даже экспериментальная, это тоже спорт. Хорошо. Который иногда помогает развивать, значит, ну, там, народное тело. Очень легко. В этом отношении, в этом отношении как бы многокротивное вычисление, это тоже спорт, он иногда имеет выход на, 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 вполне себе практический пример, например, вычисление многокротивного. Нет, нет, это точно так. Физика, наверное, предсказывает, что он набегает весь мир и все. Другого ничего нет. Нет, она предсказывает вещи, которые... Не могу предсказывать. Нет, ну, есть вещи, которые... Ну, конечно, я вам просто одно предсказание, вы слышите. Ну, не умею. Ну, хорошо, вот эти... Это вопрос господицы поезда. Это просто, что само по себе спорт, он тоже нужен, и он важен. Значит, я думаю, что... Некоторое множество этих людей опубликовало вычисление довольно большого количества. Четырех петлевых кладов уже минус два. Ну, иди же. Еще не все посчитано аналитически. То есть, посчитано... Это не правильно. Что? Спасибо. Лапортос посчитал. А... Лапортос посчитал? А, нет, ну, Лапортос посчитал там каким-то этим... Ну, в общем, тоже численно, хотя с высокой точностью, да. Нет, он, наверное, в этом смысле... Ну, можно все сказать численно, тогда у вас большая часть результатов можно выяснить численно. Нет, на Афганской аморике тоже не важно. Если ты написал один и еще 25 знаков после изнутри, то Саван Андрееваков. Рожается через зетеро-трех и зетеро-жетеро-генера. А, да, есть большое количество людей, которым мы научим вам. Ну, мало ли есть. Но на вашей амортии тоже большое количество людей, которые обсуждают определенное раздание. И что? Нет, на самом деле... Ну, это, так сказать, Александр Македоровский... Ну, вот смотрите, вот мы сейчас считаем какие-то поправки радиационные для наших экспериментаций. Это очень тяжелая задача. Раньше она была, в принципе, вообще неподъемна. Она просто тупо неподъемна. Ну, как вы знаете, я вам скажу, что я признал, я вижу, что ничего это делается. Так, понимаете, без программ, например, того же Лайтреда, который, так сказать, был развит для многопытливых половинных вычислений, это было бы без методов, да, вот этих приведений официальных уравнений там, это было бы просто неподъемным. Вот методы же нужно развивать. Надо. Есть еще такая вещь, как математическая физика. Скажем, она несколько отличается теоретической физикой. Она просто осуществляется к тому, что решаются некие задачи, которые иногда имеют применение в физике. Вот, скажем, что это математическая физика, я согласен. Нет, ну, как бы... То есть, вычисление многопытливых диаграмм, да. Да, мы обучаемся, я там снижаюсь и развиваю какой-то метод. Типо метод состоит в том, что я вот эти интеграммы должен считать, а нужны эти интеграммы, кому-то не нужны, я не знаю. Ну, хорошо, нет, но есть большое количество сейчас книжек просто, которые так называются методом математической физики. Нет, это ураганная рука совсем. Ну, это не шаг. Да, 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 да. Есть наука физика, есть наука математическая физика. А есть просто математика. Там люди, там, пакет, так сказать, в пространстве 18 измерений выкладывают и доказывают теорию. Очень красиво. Они же не говорят, что вот мы этот пакет с первым пространством научимся вычислить, и после этого у нас сложились с картошкой в гостях. Ну, они же не говорят. Я не говорю о том, что люди занимались учениками, но я так говорила, что они уже не знали. Нет, ну вот эти же люди, я говорю, с меня вот, с меня вот, с меня наносной каузер, кто-то там с ними еще, по-моему, да? Они же посчитали большое количество вкладов аналитически посчитали. Да, ну вот, те, по крайней мере, те, частично. Да, то есть... Ну, ты не проверили, так сказать. То есть раньше они считали какие-то, честно, причем по Монте-Карло, численно считали какие-то многомерные интегралы, но, ну, фирмским параметрам, ну, там, как-то, часть этого. Ну, никто не знает. На самом деле, сколько мы точно. Нет, никто не знает. Нет, никто не знает. Это говорит о качестве пожелания. Ну, и, ну, ты, 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 ты. По факту класса, ты, ты, ты. Дальше важно на нее вопрос. А так вот, мы не достали, так сказать. Да, я говорю. Первый порядок по галма-крем должен быть правильно учтен вот этим самым стригом. Спрашиваю, на каком уровне, в каких петлях, я определенно изучать вот такое, так сказать, военное направление будет самым. Ну, какая же читать вообще в принципе нельзя? Ну, не думаю. Мы знаем очень маленькие параметры. Подробно, но мы действительно не знаем. Это совсем мало. Ну, так вот, экватор. Галма, конечно. Да, чему-то рогна. Я сейчас не знаю. Ну, посмотрите. Здорово, что распадается во все, что можно. Во все рекламы, во все парки там. Тем не менее, слабо распадается, тем не менее. Слабо. Там из-за этого все рекламы, кулановские, так сказать, в основном, в заявлении, они все зовут. Я слепогу, там один широкий пикполь. Там? Да, да. Ну, это когда... Ну, отдельно широкий можно разглядеть. Но это совсем припороговая область. Это когда они фактически не ревидеристы. То есть, когда мы очень близко к порогу, то ширина уже сравнима с расстоянием до порога. А когда мы... А когда мы... А когда мы... А когда мы... Что измеряет? На самом деле... Это... Что касается этой кварков. Это, во-первых, это другой канал, и очень низко. Он именно говорит, что это... Нет. Да. Ку-квадрат больше нуля. Это аналитически продолжить положительный аку-квадрат. Ну, это... Да. Это еще один. Это отдельная инструкция. Да. Ну, вот что-то. Говорит, я тебе не спрашиваю. А в канале Арсения, там, где-то нет. У тебя токарки не летят никуда. Ну, да. Вот, ну, вот что-то. Как это... Как это... Говорит... Как это... Говорит... 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 Ну, хорошо. Я согласен на то, чтобы это назвать математической физикой. Да и в этом смысле спортом. Да нет. Я не отрезанаю, так сказать, увидеть, так сказать, да, по своей математической, и попробовать чему-то прицепиться. Не продолжать заниматься спортом. То есть, конечно, можно и научиться. Там есть, вычислять некие сложные вещи. Но попробовать их куда-то, скорее, прицепить. Ну, конечно. На самом деле, вот еще есть такой момент. Там и спортом. Брянское з película. Типа. На самом деле. Диано строительство. Там и обрисовывается. Ну я минута pronto. Спасибо. Продолжение следует...